Всем привет! Начинаю новый влог. Я уже за вами соскучилась. Два дня вообще ничего не снимала. Сначала что я вам хочу сказать о своем самочувствии, кому это интересно. В общем-то особо изменений никаких нет. Температуры вроде бы нет, но уши немножко закладывает. Горло меньше стало болеть, хотя иногда побаливает. Но в общем-то я уже пропила почти все, что мне там прописали. Сегодня последний день. И завтра я хочу поехать в поликлинику или пойти, в общем, недалеко. Узнать анализ крови, не зная, что мне там дальше скажут. Ну в общем, о здоровье больше говорить ничего не хочу. В общем, мне надоела уже эта тема. А сегодня я узнала, что у нас с 23 апреля в Ростове, в Ростовской области, вводят пропускной режим для работающих граждан. Про неработающих ничего не пишут. Наверное, я думаю, что это будет, скорее всего, те, кто не работает. Ну, все как было, так и останется. То есть ближайший магазин, выгулять собачку не дальше 100 метров от дома. В общем-то и все. А те, кто работают, будут теперь по пропускам передвигаться. Ну вот так вот. С 20 по 22 апреля пропускаете и оформляют, а с 23 уже они вступают в силу. Вот такие новости. Ну а что я сегодня собираюсь сделать? В общем, сегодня я хочу покрасить голову, потому что уже корни отросли. И сходить надо мне в магазин. Мне нужно купить кое-какие продукты. Уже овсяная кашка у меня закончилась. Хлеб, молоко. Ну вот такие вот необходимые продукты для дома. Нужно мясо еще прикупить. Вот. Ну на улице идет дождь. На улице ненастная погода. Ветра нету. А дождик идет, а он так и шепчет, залезь под одеяло, никуда не иди. Ну я вчера вот не пошла, не захотела в магазин. Хотя вчера дождя не было. Ну думаю, ну все, уже с утра пойду. А с утра оп, опс, и погодка испортилась. Ну такие мои хорошие дела. Что я буду готовить сегодня, не знаю. Вчера я сварила соус, типа суп, типа соуса. И вот на второе что-то нужно еще мне приготовить сегодня. Ну оставайтесь со мной и будем смотреть, что мы будем делать сегодня. Ну на моем градуснике там 12 градусов. 12-13 примерно градусов. Хотя на улице вообще по прогнозу там 10 сейчас градусов. Не знаю, может быть градусник мой врет. Ну а на самом деле я вот смотрю на лужи, дождик идет. Такой не сильный, но нормальный, в общем, две капли нарисовано. А у меня на дереве уже тут сережки повисли, висят. И в общем на улице прохладно. Последнее время что-то у нас прохладно, похолодало. Вот так что не знаю я. Буду потихоньку собираться, наверное. Или немножечко подожду. Хотя будет дождь эти целый день. Я решила переждать дождик дома пока. И пойду в магазин попозже. А сейчас я решила покрасить волосы. И вот моя краска. Уже знаете, я уже сколько раз показывала. Это Ботаника Фаберлик. И вот такой вот ампульный концентрат для окрашенных и блондированных волос. Вот такой вот ампульный концентрат. Я добавлю в краску. Ну что, давайте начнем. А что у меня тут вообще в краску входит? Давайте я вам покажу. Это идет тюбик, окислитель, перчатки и ополаскиватель для волос. Вот это вот два компонента я смешаю полностью. И я их не половиню. Я начинаю с корней, потом протягиваю по всем волосам. И затем добавлю туда ампульный концентрат. Это вот такая ампулка. Вот она. Она вот так легко открывается. И все. А тюбик вот так у нас раз и проткнули. Так, тюбик, тюбик я сейчас выдавлю полностью и добавлю туда все остальное. На белую краску я не одеваю перчатки. Но когда вот я крашу темной краской, то тогда перчатки одеваю. А так у меня краска в руки, она не щипет вообще. Ну и добавляем ампульный концентрат. Все, а теперь я все перемешаю и наношу на волосы. Ну, показывать, как наношу на волосы, я уже не буду. Вы это уже видели. Ну вот, девочки, красочку я нанесла на волосы. И теперь минут через 40-45 я буду смывать. И потом вернусь к вам. Ну вот и все, мои хорошие. Я покрасила голову. Все корни у меня прокрашены. Волосы шелковистые. Так что и краска ботаника, и шампунь ботаника, и бальзам ботаника. Прекрасный, отличный. Можно пользоваться. Разогрела я свой соус. Хотя кто-то это называет не соус, а как-то по-другому. Может быть, какой-то суп, не знаю. Ну, для меня это соус. Соус со свининой и отрубной хлебушек. Сейчас покушаю, отдохну немножечко. И потом посмотрим, если распогодится, в магазин пойду. Ну что, я собралась в магазин. Оделась. На улице дождик пока вроде перестал. А я сейчас смотрела новости местное время, вести местное время. И что я там узнала? Что у нас Ростов, Ростовская область оказывается уже на пятом месте по заболеваемости в России. То есть, если считать, что Москва на первом месте, Московская область, потом Санкт-Петербург, потом еще не помню что, и потом идет уже Ростовская область. Вот мы и допрыгались, можно сказать, догулялись вот так вот массово, да, и без масок. Вот. Ну, а больше всего у нас страдает Батайск. Это вот буквально рядом с Ростовом. Ростов и Батайск. Больше всего заболевших выявлено. Так что нужно сидеть дома. Опять нужно сидеть дома. И опять нужно выходить с масочкой на лице. Маска, не маска, что-нибудь одеть нужно все равно. Потому что 60% заболевших, как выясняется, не имеют никаких симптомов, мои дорогие. Так что, вот я, например, мне сказали, что у меня ОРВИ, да, а мазок-то у меня не брали. И у меня, например, нет гарантии на 100%, что я прямо не этот, не разносчик, понимаете. Поэтому масочку я одену для того, чтобы кого-нибудь, не дай бог, не заразить. Я сама не знаю, болею или нет. Вот, так что будем ждать, что будет. Куда кривая вывезет, как говорится. Уже приходится иронизировать и чувство юмора не терять. Вот. Ну все, пошла я в магазинчик. Девочки, пришла я с магазина, купила необходимые продукты и вкусняшку. Метрополис, вишневое пирожное. Очень его люблю. Здесь идет песочная корзинка, белковый крем и вишня. Очень вкусная. Девочки, что я решила приготовить сегодня себе на ужин? Я взяла бедрышки, купила их, порезала пополам. Сейчас я хочу посолить, поперчить и добавить немножечко майонеза. И вот в этом маринаде я поставлю на режим тушения в мультиварке. А тем временем сварю макарончики и нарежу салатик. Ну вот я курочку поставила мариноваться. Минут 10 она постоит и можно будет выкладывать. Еще я решила немножечко с лучком все это сделать. Чуть-чуть растительного масла и немножечко обжарю я лучок. А потом уже туда выложу я эту курицу и поставлю на режим тушения, ну где-то может быть, не знаю, на час, может чуть больше, на час, на полтора. И чтобы оно прямо в маринаде потушилось. Я думаю, должно быть вкусно. Я, честно говоря, на ходу придумала это блюдо. Вот. Ну и лавровые листики я туда еще тоже положу. Прямо сразу можно положить, пусть лежит. Чуть-чуть лучок обжарится, чтобы он смягчился, был немножечко уже мягким. И тогда уже я туда положу курочку. Захотелось, чтобы это было с луком. Маринад с луком, не знаю. Должно быть вкусно, мне кажется. Ну все, вот так вот выглядит курочка. Режим жарка я уже выключила. Курочку выложила. И поставила режим тушения на час. Вот, 59 минут осталось уже. Ну и отдельно я сварю макарончики. Ну что, макароны у меня сварились. И у меня уже готова курочка. Вон она какая получилась, славненькая, с подливочкой. В общем, буду кушать. Помидорчики, огурчики. И вперед. Пора ужинать. Ну что, мои хорошие. Подошел день к концу. Я уже лежу, смотрю телевизор. Посмотрела новости. Порылась в интернете. Потому что мне хочется вообще понять, разобраться, что это вообще за коронавирус. И мутирует он. Или что с ним происходит. Почему симптомы меняются. Почему бессимптомников появляется все больше и больше. Сегодня я уже по телевизору услышала, что около 60%. То есть больше половины ходят вообще людей, у которых совершенно нет симптом. Но коронавирус выявлен. А выявлен он каким образом? Это значит, кто-то, может быть, из родственников был за рубежом. Проверяли всех, кто контактировал. Кто-то с кем-то контактировал. То есть получается так. Человек ходит, прекрасно себя чувствует. Даже нет повода никакого обращаться к врачу. Потом раз его проверяют наряду с какой-то компанией. И выявляется, что у него, оказывается, есть коронавирус. Он носитель. Но и он продолжает находиться дома. Как бы на самоизоляции. На карантине, но дома, так я понимаю. Но таких людей, естественно, в больницу не кладут. Так как у них ничего не болит и ничего не беспокоит. И такие люди, в общем-то, ходят и заражают других. Ещё что я узнала в интернете, что многих врачей-инфекционистов вообще коронавирус, этот вирус, он вообще просто удивляет тем, что он проявляет какие-то странные симптомы. Потому что пневмония, она даже на рентгене иногда не выявляется. То есть делают снимок рентгена, зная, что у человека, допустим, пневмония, у него коронавирус, а на рентгене не показывает пневмонию. В общем, удивлены врачи. Ну и понятное дело, что никто ничего не понимает, что вообще это за вирус такой странный и что вообще происходит. Поэтому неудивительно, что вот я, например, пошла к врачу, она мне написала ОРВИ и не сочла нужным дальше мне не тестирование делать, ничего. Но я понимаю, тестов может быть мало, их может быть не хватает. И поэтому врачи тестируют только тех, кто с кем-то контактировал, либо когда у человека температура высокая. Я так понимаю, да? Что тестируют только по усмотрению врача. То есть она не считает нужным тестировать, например, меня, да? Ну, если это у меня ОРВИ, то я вам хочу сказать, что это странное ОРВИ, потому что я в своей жизни болела уже сто раз этим всяким ОРВИ, да, и гриппом. Ну, вот такая симптоматика протекания болезни, как сейчас она протекает у меня, это очень странно, потому что температуры нету. Ну, вот вы слышите, даже мне говорить тяжело, да? То есть приходится напрягать мне голос, чтобы говорить. Иногда першит в горле, кашляет иногда. И, в общем, я, честно говоря, не знаю. Но вот эти вот от вируса, то, что она мне прописала, вот сегодня пятый день, она мне прописала лечение на пять дней. Сегодня пятый день, вот он уже закончился, я пропила всё, что доктор прописал. Ну, и оно мне совершенно ничего не помогло. Завтра пойду я узнавать анализ крови и не знаю, что мне скажет дальше врач делать, не знаю. Сегодня звонила к дочке, я переживаю то, что у неё кашель, и кашель у неё уже пятую неделю, наверное, она уже больше месяца, она кашляет, и тоже вот это першит в горле. Если это аллергическое, то непонятно, у неё никогда не было раньше аллергии, в общем, никогда этого не было, и тоже, в общем, странный какой-то вот симптом, да? Вот этот кашель, он не проходит, ничего не помогает, и она продолжает кашлять. Я уже ей говорю, может быть, ты там, не знаю, ну, с ребёнком в поликлинику не пойдёшь, понятное дело. Тогда, может быть, врача вызовешь, пусть тебя хотя бы послушает. Хотя вот меня послушала, она ничего там не услышала, да? Я говорю, давай, может быть, я с ребёнком побуду, пока ты к врачу покажешься. Ну, хоть сама она и кашляет, но она всё-таки всё равно боится, что тоже неизвестно, что у меня. В общем, неизвестно, что у меня, неизвестно, что у неё. И узнать это мы не можем. Единственный вариант платный сделать тест, это нужно куда-то в центр города ехать, и там это стоит, там, что-то больше двух, около трёх, где-то тысяч, по-моему, так я слышала от врача. То есть, если хотите, вот, пожалуйста, платное. Ну, мне оно надо вот это вот, у меня что, лишние эти три тысячи отдавать. Ну, в общем, короче говоря, что дочка решит, я не знаю. Я ей сказала, если что, звони, будем что-нибудь придумывать, что-нибудь решать. Я говорю, ну, всё равно переживаю я за тебя. Всё-таки было бы неплохо, если бы тебя врач посмотрел, послушал хотя бы. Ну, всё, будем ждать завтрашнего дня. Завтра я пойду в поликлинику и посмотрим, что мне скажет доктор. А сейчас я уже иду ложиться спать, иду смотреть телевизор и спать. Всё, уже время меня в сон клонит. До завтра, мои хорошие. Всем доброе утро. Я сегодня проснулась, и я сейчас пью кофе и собираюсь в поликлинику. Проснулась, у меня голова болит. Я померила температуру 37. Ну, в общем, что могу сказать. По итогам пяти прошедших дней лечения, которые мне прописала доктор, мне это лечение не помогло. В общем, изменений в моём организме не произошло ни в какую сторону. Ни в лучшую, ни в худшую. Вот как было, всё так и осталось. Так что пойду в поликлинику, и что мне там доктор скажет по анализам крови уже. Вообще, конечно, безобразие какое-то. Ой, что она мне интересно пропишет, что она мне скажет, мне прямо любопытно. Опять пропишет кучу лекарств. Но теперь я буду повнимательнее. Я уже сначала этот список прочту, наверное, и с ней поговорю с врачом. Что она мне выписывает, и вообще от чего, и зачем. Вот так, наверное. Ну что, мои хорошие, будем собираться. Ну вот, мои хорошие, я прибыла в поликлинику. Там впереди один человек, занято немножко в кабинете. Поэтому я решила подождать немножко на улице. Вот отдельный вход для таких вот больных. Как говорится, температура с признаками ОРВИ. Вот он вход, и будем сюда заходить. Там сидит врач дежурный. Короче, девочки, я хотела узнать результаты анализа крови. Я зашла туда, там сидит врач другая. Она сказала, что мне нужно идти к моей, а та принимает сейчас с главного входа. Если, говорит, температуры нет, ну идите к ней. Я говорю, я к другому врачу не могу вообще обратиться. Вот мне кажется, лечение мне неправильно выписали. Нет, говорит, теперь вы числитесь за ней, она вас наблюдает. И теперь к другому врачу вы не имеете права обращаться. Вот такие вот у нас поликлиники бесплатные. Понятно? Ну ладно, иду к ней. Вот такой у нас главный вход. Короче, я одела масочку и иду туда внутрь. Ну что, мои хорошие, мне прописали антибиотик, что и следовало ожидать. А Максиклав мне прописали и Линекс пропивать. В общем, антибиотик на 5 дней в таблетках. Ну вот по анализам она посмотрела, там что-то у меня повышенный лейкоцит или что-то такое. В общем, короче, что-то повышенное. Гемоглобин, кстати, в норме. Даже выше, чем нужно. Так что, ну, пойдем лечить с антибиотиком. Я, в принципе, давно уже ожидала, что антибиотик мне нужно прописать. Ну, раз температура у меня 37 сегодня, раз она у меня держится, то уже все, значит. Все сроки, как противовирусного, уже вышли. Пора пить антибиотик. Ну что, мои хорошие, я, наверное, на этом видео свое закончу. Еду домой, еду лечиться. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Врачу на следующей неделе. Надо будет показаться. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok